Поздним вечером вторника экипаж ДПС нёс службу на улицах города. 21 числа дежурный в 12-м ночи нам сообщил, что девушка у молодого человека взяла ключи самовольно и поехала кататься на его автомобиле. Кроме того, инспектору сообщили, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. Было принято решение проехать по улицам города. С помощью проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов данная автомашина у нас была остановлена по адресу Свердлова, 63, города Верхняя Салда. Девушка остановилась и вышла из машины. В ходе общения с данной девушкой были выявлены явные признаки опьянения, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, поведение не соответствовало обстановке. После чего в присутствии двух понятых, то есть данную девушку отстранили, составили административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений. Также выяснилось, что по адресу Максима Горького данная автомашина допустила наезд на препятствие в виде дров, в результате чего машина получила механические повреждения. Инспектором было оформлено дорожно-транспортное происшествие, заполнен протокол за оставление места ДТП. Девушка от управления машиной отстранена, авто поставлено на штрафстоянку. Разбор ситуации продолжился в отделении ГИБДД, куда прибыл собственник Лады Калины, который пояснил, что с горе угонщицей знаком более семи лет, а накануне вечером они встретились в компании друзей. В то время, когда все смотрели фильм, девушка незаметно взяла ключи от машины и уехала. В последствии недолгих покатушек на практически новой машине хозяин авто рассматривает с грустью. Выбила рулевую рейку, выгнула крыло, замяты пороги, повреждения на бамперах. Ремонт предстоит оплатить девушке. Кроме того, мировой суд назначил ей наказание в виде двух суток административного ареста за управление автомобилем без водительского удостоверения и столько же за оставление места ДТП. Продолжение следует...